Здравствуйте! Я Павел Болейшис. Приветствую всех, кто сейчас смотрит Лидское телевидение и следит вместе с нами за новостями региона. В эфире информационная программа «События». Начнем ее, как всегда, с анонса. Прощание со школой. Лида принимает лучших выпускников страны на республиканском празднике «Последний звонок». На Личине продолжается районная акция «Сила в единстве». Ее основные цели – обмен опытом и сплочение работающей молодежи. В приоритете добросовестное отношение к работе, ответственность и любовь к своему делу. Мы продолжаем цикл сюжетов о людях, труда, проживающих на Личине. А сейчас подробности. В Беларуси в этом году выпускаются почти 53 тысячи одиннадцатиклассников. День 23 мая станет незабываемым для полутора тысяч из них. Кто лучше всех проявил себя на олимпиадах, по учебным предметам, в творческих состязаниях и конкурсах, в спортивных соревнованиях и был удостоен чести приехать в Лиду на республиканский праздник «Последний звонок». Участие в нем принял министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец. Сегодня он также посетил среднюю школу номер 9 города Лиды имени Андрея Нечепорчика, где встретился с руководителями учреждения образования Лидского района в рамках работы Республиканской информационно-пропагандистской группы на тему «Историческая память о Великой Отечественной войне как фактор формирования патриотизма». Затем на территории девятой школы состоялось открытие новой эскит-площадки и презентация работы по увековечиванию памяти героев Беларуси Андрея Нечепорчика и Никиты Куканенко. «В нашей стране делается огромная системная работа для того, чтобы создать все необходимые условия для профессионального, спортивного, творческого роста нашей молодежи. И вот при открытии такой площадки мы еще раз подчеркнули то, что школа является не просто образовательным центром, это социокультурный центр, который является точкой притяжения для всей молодежи, всего района. И я уверен, что как раз-таки те ребята, которые где-то немножко выбрали экстремально для себя хобби, вид спорта, и тоже найдут свое место, и будут дружить, и будут думать, что и эти навыки, и эти знания тоже нужны для нашей молодежи». Сегодня выпускники возложили цветы к Кургану Бессмерти и торжественно прошли по городу Клицкому замку, где состоялась линейка, в ходе которой наградили наиболее отличившихся выпускников средних школ. Подробнее о том, как в нашем городе прошел республиканский праздник «Последний звонок», наши корреспонденты расскажут завтра в информационной программе «События». На Личине продолжается цикл встреч работающей молодежи региона в рамках районной акции «Сила в единстве». Молодые люди организовывают производственные экскурсии на свои предприятия и обсуждают реализацию государственной молодежной политики. Подобные мероприятия уже проходили во многих организациях района. На этот раз гостей принимали в открытом акционерном обществе «Лида Агропроммаш». Его посетили представители Лицкого литейно-механического завода, управляющих компанией холдинга «Лицельмаш» и завода «Оптик». Гости побывали в цехах предприятия и увидели новые образцы техники. Затем в конференц-зале состоялся открытый диалог, в ходе которого обсуждались особенности работы с молодежью на «Лида Агропроммаше». Следующая встреча единомышленников пройдет в открытом акционерном обществе «Завод «Оптик». На предприятии очень большое внимание уделяется молодежи, которая приходит к нам работать. Проводится ранняя профориентационная работа по привлечению учащихся школ, профессионально-технических колледжей, лицеев для работы на предприятии. И молодежь, когда приходит к нам, в принципе, мы стараемся им обеспечить надлежащие условия работы, чем-то заинтересовать, чтобы им захотелось остаться работать у нас. За каждым молодым специалистом у нас закрепляется наставник, то есть система наставничества действует уже порядка 8 лет на предприятии. Опытные работники передают свой опыт, свои знания, не только профессиональный, но и какой-то жизненный опыт. Взаимоотношения в коллективе помогают выстроить молодым людям, чтобы была связь поколений. Это очень важно, потому что многие рабочие, которые работают у нас, проработав по 40 лет, практически с момента создания завода, пройдя рабочий путь от рабочего до руководящих должностей, они очень много могут передать молодежи и в профессиональном плане, и в житейском плане. Для того, чтобы как-то заинтересовать молодежь работать, мы проводим обучение, то есть молодежь повышает квалификацию, стараемся направлять их на различные курсы, учебу. Ну, кроме того, чтобы как-то разнообразить досуг, привлекаем молодежь к различным мероприятиям, общественно-политическим, культурно-развлекательным, то есть и проводится практически ежегодно. Мы выезжаем коллективом на хоккейные матчи «Динамо-Минск». Молодежи это очень нравится, потому что атмосфера спортивного праздника, который царит на Минск-арене, она, ну, такая, своеобразная. Своеобразная, да. Кроме того, например, ну, не секрет для многих руководителей, что после того, как молодые люди уходят в армию, отслужив, очень редко они возвращаются. Поэтому четыре года назад с руководителем и профсоюзным комитетом было принято решение, что те молодые люди, которые возвращаются после службы в армии к нам, получают единовременную материальную помощь в размере 15 базовых величин. С 23 мая и по 1 июня на территории Республики Беларусь пройдет профилактическая акция ДКД гибербезопасности «Кибердети». Она направлена на противодействие киберпреступности и повышение цифровой грамотности учащихся и их родителей в преддверии летнего периода. В ходе проведения ДКД сотрудниками милиции будет проведен комплекс мероприятий по информированию населения о формах и методах обмана несовершеннолетних, используемых киберпреступниками, а также о способах, которыми киберпреступники вовлекают в противоправные действия самих подростков и какая ответственность за это грозит. Кроме этого, следует отметить, что в настоящее время основными формами противоправного воздействия несовершеннолетних в сети интернет являются кибербуллинг, груминг и секстинг. Вниманию водителей! С 25 мая стартует специальное комплексное мероприятие под названием «Внимание, дети», которое продлится по 5 июня. В этот период водителям автомобилей в светлое время суток необходимо двигаться по улицам с включенным ближним светом фар. Данная акция проводится каждый раз перед началом летних каникул. Сотрудники милиции общественной безопасности Лицкого РОВД будут осуществлять дежурство вблизи учреждения образования для оказания помощи абсолютно всем участникам дорожного движения. Также будут выявлять и пресекать грубое нарушение правил дорожного движения. Данная акция помогает избежать дорожно-транспортных происшествий с детьми. Если водитель в указанный период не включит ближний свет фары, ему грозит в первый раз официальное письменное предупреждение с освобождением от административной ответственности, а в случае повторного нарушения указанных правил штраф в размере до трех базовых величин. Обращаясь к родителям, необходимо напомнить, что родители должны перевозить детей в автомобиле только с использованием детских удерживающих устройств автокресел-бустеров. За нарушение правил перевозки детей в первый раз инспектор вправе вынести официальное письменное предупреждение. В случае повторного нарушения водителю грозит штраф до четырех базовых величин. О чрезвычайных происшествиях. 22 мая очевидца поступила сообщение о загорании легкового автомобиля Ford C-MAX 2004 года выпуска в деревне Дорожи. В результате инцидента поврежден моторный отсек, салон и элементы кузова. Причина возгорания данного автомобиля устанавливается. Предполагаемая версия короткое замыкание электропроводки. Пожар в транспорте опасен тем, что начинается практически незаметно. Распространение огня происходит в разы быстрее, чем в жилых домах. Спровоцировать пожар может множество факторов, начиная с окурка и заканчивая неисправностью в двигательном отсеке. МЧС напоминает всем автовладельцам. Проверьте исправность и строгодность вашего огнетушителя. Почитайте инструкцию по применению и научитесь им пользоваться. Эти минимальные навыки могут уберечь вас от больших материальных потерь. Более 20 лет Лилия Соколовская работает в службе зеленого хозяйства Лицкого ГУБ ЖКХ. Она одна из тех, на чьих плечах лежит ответственность за озеленение города. Это ежегодно через руки Лилии проходят сотни растений, которые потом служат украшением улиц Лиды. Однако за таким результатом лежит нелегкий труд, требующий добросовестного подхода. У Лилии Соколовской тоже были свои сложности, но работа не перестает быть ей в радость. О том, с чем предстоит сталкиваться рабочему зеленого строительства в ходе своей деятельности и почему эта профессия не для ленивых, в нашем следующем материале. Высадка рассады в грунт, прополка и поливка растений, а также их пикировка. Это и многое другое входит в обязанности рабочего зеленого строительства Лилии Соколовской. На словах все просто, а на деле огромный физический труд. Каждый день необходимо дарить заботу и внимание представителям мира флоры, обеспечить их комфортными условиями и оберегать от сорняков. И так на протяжении 22 лет. Лилия помнит тот год, когда только начинала работать в службе зеленого хозяйства. Говорит, шла туда не потому, что нравилась, просто нужна была работа. Но с течением времени освоилась и полюбила свое дело. Мне нравились цветы, но за 22 года я уже не могу сказать, что люблю я цветы. Я живу в цветах. Первый год было тяжело очень и думала, не смогу работать дальше. Но потом привыкла. Но вот мне нравится, успокаивает полоть, мне легче. Вот эта работа как бы и на свежем воздухе. 22 года все-таки срок и я уже иду на работу, знаю свою работу. Сегодня выполнять самую тяжелую работу, такую как перекапывание грунта, помогает техника. Лилии, в свою очередь, исполнять обязанности качественно помогает в трудолюбии и знании своего дела. Работа есть всегда. В теплицах зеленого хозяйства произрастает более 70 тысяч растений, большинство из которых будут украшать улицы нашего города. Тагетис, сальвия, бегония, агератум в этом году, львиный зев у нас есть, питунья. Очень много. Больше всего мне нравится бегония, она неприхотливая, не требуется особого ухода. И она очень красивая и всегда цветущая. Еще одной обязанностью Лилии Соколовской стало общение с людьми. Немало любителей заглядывает в теплицу, чтобы приобрести саженцы цветов и других растений. Лилия, в свою очередь, всегда рада ответить на все вопросы и помочь потенциальным покупателям с выбором. Начался сезон, приходят люди, спрашивают, куда посадить цветы, допустим, горшок, сколько, по какому квадратному метру клумбочку. Мы подсказываем. Мне нравится разговаривать с людьми, общаться и подсказывать что-то. Немало труда и силы Лилия Соколовская отдает не только работе, но и семье. Вместе с мужем Виктором Лилия вырастила двоих сыновей – Дениса и Павла. Говорит, после рабочего дня не было и свободной минуты. Своих мальчиков необходимо было накормить, развлечь и помочь с уроками. Сегодня домашних обязанностей стало меньше. А повзрослевшие дети не требуют такого внимания, как прежде. Домой прихожу, меня ждет муж, семья. Дети у меня взрослые, правда, работают. Уже на мосты 32 года, второму 25. Конечно, было тяжело, когда были дети маленькие еще. Надо было уроки делать, надо было их накормить. Но, несмотря на это, я продолжала работать на достойном уровне. Я человек, конечно, ответственный и трудолюбивый считаю себя, стараюсь. Хоть уже с возрастом не столько сил прибавляется. За 22 года у Лилии сложились хорошие отношения с коллегами. Она с уверенностью заявляет, что к работникам службы зеленого хозяйства может обратиться по любому поводу. А они, в свою очередь, всегда протянут руку помощи. Коллеги также ценят Лилию Соколовскую за отзывчивость и добросовестный труд. С Лилией мы уже работаем более 16 лет. И хотел бы отметить ее как хорошего добросовестного работника, ответственного. И также как человека очень доброго, спокойного и отзывчивого. Всегда никаких не было замечаний. И всегда она доводила ей доведенное задание очень качественно и добросовестно. Утверждение, что земля держится на людях, труда неоспоримо. В век информационных технологий остаются те люди, выбор которых пал на рабочие профессии. Лилия Соколовская не жалеет о сделанном когда-то выборе. Ведь она знает, ее работа приносит пользу. Выращенные ею цветы уже украшают наш город. И будут радовать личан до конца сезона. У меня это все на сегодня. Завтра в 19 часов корреспонденты Лицкого телевидения подробно расскажут о том, как в нашем городе прошел республиканский праздник «Последний звонок». А я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова